ну что ж давайте начнем всем привет добро пожаловать и продолжаем проходить ивент на стеклянный остров итак мы прошли первую часть она была очень насыщенная и вчера начали также вторую часть которая оказалась не такой насыщенный по сюжету там у нас был только один разговорчик где-то на минут 20 так что давайте дальше посмотрим как все будет развиваться по сути это такой немного фановый ивент где мы поближе познакомимся с вами с вами тут оказалась на мобильной базы нашего главного героя которого зовут валера мы ее нашли случайно в пустоши во время коллапса бури и теперь она у нас на борту в какой-то момент она увидела спам с танком с пузырьками или пузырьковым танком не знаю как правильно это на русском будет и она что-то захотела такое прямо загорелись глаза но вот так как стоит это конечно довольно дорого сколько там было 0.5 унций золота мы линк предложила собрать что-то похожее только без собственно атакующего модуля и тому подобное так стала что-то нет сверху человек скинул ссылку на костюмчик для сабрины новый карина здравствуй но я уже показывал этот костюм до записи так вот что-то я так что-то я отвлекся комментарии короче погнали дальше до мы линк сказал что можно сообразить что-нибудь из материалов которые у нас есть на складе ну и собственно соми сразу пошла туда потом какой-то момент сам герой подошел к ней посмотреть что она делать и она сказала что хочется играть с нами в игру со всей командой какую не уточнила и мы ждем с нетерпением надеюсь это не обернется как в одном кинофильме под названием пила так что погнали о слушайте сюжет ладно я не ожидал думал сразу тут будет там битва так можно уже начинать так ладно походу все таки во второй части будет побольше сюжета в гостиной горит свет все сидят тут не отдыхают а соми сидит на коленях рядом со мною и и перебирает лежащие перед ней карты так в итоге мы играем карты так посмотрим людей пока что не хватает ну знаешь сидеть на полу как-то не очень удобно и он такой холодный и твердый это зона еще не обставлена как следует но здесь как минимум есть подушки насколько я помню они были размещены где-то здесь а кстати в недавнем ролике официальным где показали возможность гулять по мобильной базе там было как раз подобное место и учитывая что нам сейчас сказала гроза насчет того что это место еще не обустроена это намек на то что скоро все будет обустроено и мы сможем гулять по нашей мобильной базе и вот собственно по этой гостиной но мы здесь что находится напротив меня останавливают грозу которая собирается встать протянула ей руку и вместо этого она сама протянула руку в ближайшие кучи всякого разного хлама и достала оттуда подушку так разбитые затопленные куча камней или скалистые берега тут скорее это подушка для меня большое спасибо нам из ребятка как как миленько я прошу прощения за то что нужно так долго ждать но подожди че немного мы линга должна прийти сюда с минуты на минуты доброе утро всем доброе утро мэри доброе утро мэри линга кстати вообще-то сейчас 23 00 вечера все еще вечер вечер подушка большое спасибо нам изи сан так что я должна была делать а точно соми сан зачем-то попросила прийти соми сан мэри сан я вот прямо здесь ну же проходите садитесь я сейчас объясню правила игры а что что за игра что за игра во что будем играть я тоже хочу повеселиться вместе со всеми а соми это что какая-нибудь пазл игра тетрис нет нет мэри нет мэри мэри нет мэри то во что мы собираемся сыграть называется игра в короля или ну да как то так игра в короля короче посмотрите вот тут пять карт и насчет конкретных правил они вот такие карты понятно это анграм все как на русском нужно использовать эти карты чтобы сложить разные фигуры или слова там чего да разные фигуры именно я сейчас посмотрел на википедии танграм да это такая китайская игра с не знаю знаком ли кто-нибудь с такой игрой или нет китайская игра головоломка она состоит из 7 табличек или карт называемые таны изначально расположенные в форме квадрата 7 танов это два больших прямоугольных треугольника один средний и два маленькие и два маленьких прямоугольных треугольника квадрат и грамм если что это сейчас читая на итальянской википедии перевожу вам так туда ну как то так понятно будем знать кто нибудь играл в такое знакомо так вернемся к тексту там грамм я могу сложить пирамиду или алпаку и я точно вам не проиграю просто вот так нужно использовать карточку и собрать все что нужно алпака нет мэйлин сан ну знаете вот я вот тут вспомнил в детстве мы играли во что-то подобное мы там собирают тоже пытались собрать разные фигуры с помощью карт с друзьями и наложить их друг на друга еще тот у кого больше всего получится наложить разные фигуры друг на друга ну обычно мы старались сделать квадраты и его треугольники тот выиграл мэйлинг 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 да все в порядке итак на чем я там остановилась а да точно карты в общем вот пять карт на каждой из них с другой стороны рисунки разные это что плачущий мужик кесса митису сзи о кайфе си хикаре канты не считать так он каловер скинул чат кристаллы а свет который меняет маршрут полный и новый не миссис а может и не миссис но она камень немезис это что твоя маска немезис и п.д. это на призму похоже да точно призму ну нарисовано все действительно не очень хорошо в общем вот другие узоры на гаечный ключ на пуля чайные чашки снежинки вот это синяя это типа снежинка да а я подумала что это призрачный огонек я хотела действительно сделать снежинку нужно не получилось в общем вернемся к правилам игра делится на две фазы на два этапа во первых первая фаза определение роли все по очереди тянут карты и рисунки на карт на карты определяют роль каждого из нас тот кто вытягивает карту со снежинкой и становится королем король типа ты будешь самым могущественным да 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 во второй фазе король имеет право случайно случайным образом выбрать кого-то и приказать этому человеку сделать что-то а так вот почему она выбрала эту игру ребят приказ то есть а можно любому его отдать верно даже командиру да это можно можно сделать с любым игроком если другой игрок или если выбранный игрок не желает выполнять приказ он должен ответить на вопрос короля и он не имеет права отказываться отвечать на него нельзя отказаться это немного пугает соми ты хочешь сыграть в эту игру потому что у командира есть какие-то секреты которые ты хочешь узнать она оправдывается нет нет у меня не было никаких подобных мыслей да и меня не интересует что-то особенное я вообще не хотела ни о чем спросить нет вы что я просто хочу чтобы все имели возможность ну хотя бы немного расслабиться и эта игра также позволит получше узнать и друг друга соми знаешь я вот всегда считала тебя немного странный у тебя всегда такое невозмутимое выражение лица еще хотя обычно ты много нервничаешь мэлинг сана вы о чем сейчас я чтобы нервничать да не я совсем не нервничаю я сейчас очень расслабленная мэлин хватит полить контору может тебя может быть у тебя вышел из строя модуль который выражает эмоции на лице хотя я вроде все проверила сегодня днем еще было в порядке слушай соми можно я ущипну тебя за лицо чтобы тут кое-что проверить быстро ущипнуть не менее все все отлично я в порядке командир нынешнее поведение соми возможно как-то связаны с ее предыдущим аномальным поведением вполне возможно просто давай продолжим наблюдать пока что твердые запутанные нити связывают скрытое где кролик кстати нам нужен переводчик что смысле нити так нам из сан вы тоже считаете что нужно устроить обследование с вами ну я же сказала что все в порядке не стоит беспокоиться мэлин сэн правда но все же что только что нэмезис действительно хотела сказать запутанные нити неужели ты как-то обеспокоена тем что присоединилась к игре окей ну я бы тоже посмотрел на реакцию кролика но непонятно где она сейчас шатается так соми пристально смотрит на нэмезис под ее обеспокоенным и немного печальным взглядом нэмезис слегка поворачивает голову ну раз все хорошо то я очень благодарна что вы принимаете учат участие в этой игре ну точнее она все таки помотала головой типа влево вправо что нет нет ее ничего не беспокоит соми соми с облегчением вздыхает а нэмезис напротив нее моргает не отводит взгляд я тоже в игре у меня как раз куча вопросов которые я хотела бы задать командиру и есть то что я хочу чтобы он сделал еще и что же это я расскажу когда стану королем вы же конечно тоже будете участвовать до командир да гроза ведь тоже с нами поняла мы линк прямо загорелась она еще не знает что будет проигрывать отлично я волновалась что капитан не захочет участвовать не думала что все пройдет так хорошо ну чтож начнем подождите секунду подождите минутку мне нужно прояснить несколько моментов насчет правил насчет раскрытия карт это нужно сделать после завершения первой фазы все должны показать рисунки и узоры на своих картах да нет поскольку король будет отдавать приказ или задавать вопрос не знаю у кого какие карты есть у других игроков и 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 А может, это... что-то... что-то есть? В случае, если дарь не хотел что-то, то можно подчеркнуть и подчеркнуть к человеку. Я не могу сказать, что он не хочет задать вопрос. Я не знаю, что он не может ответить. Так что, если он не хочет задать вопрос, то что будет? Если появится подобная ситуация, ну, король, если он не имеет ни вопроса, ни задания какого-то, он может назначить другого человека, чтобы он задал вопрос. Как вы думаете, как будет определяться правильный ответ, или насколько ответ будет правильным? Хм, как определить правильность ответа? Правильность ответа, да? Да ладно, это всего лишь игра, нет необходимости лгать. Будем полагаться на честность, скажем, каждого участника. Можно еще сделать так, в дополнении, если в итоге узнается, что это все ложь, то сказал тот, кто отвечает и на вопрос, то этот лжец будет убираться на мобильной базе Эльма на протяжении недели. Ну, что скажете? Так у нас будет больше гарантии, что все будут отвечать честно. Что? Уборка на Эльму? В течение недели? Во всех комнатах и помещениях? Да. Так, все это становится все страшнее и пугающее. Ну, если подумать, нет ничего такого, о чем я не могла бы рассказать, если меня спросят. Так что, думаю, все будет в порядке. Ладно, поняла. И еще. После того, как король выберет цель для действия, может ли цель самостоятельно решить? Отвечать на вопрос или выполнять действие? Нет, нельзя. Это решает король. Он должен сначала отдать приказ, а после отказа задать вопрос. Да, вот как-то так все работает. Подождите. Я не помню, что я не помню. Я не помню, что я не помню, что я не помню. Так, так, так. Стоп, стоп, стоп. Подождите секунду. Правила настолько сложные, что я даже не могу их запомнить как следует. Ну и кто должен отвечать? Что я? Да что тут сложно? Ладно, почему бы нам просто не сыграть в эту игру и попробовать все на деле? Так будет легче понять в процессе. Верно. Так, ну что ж, тогда давайте сыграем один раз, чтобы разобраться, что к чему. Итак, сперва вы должны вытянуть карту. Командир, Мейлинг, пожалуйста, выберите одну карту. И не говорите, какой там рисунок. Так, и взяли... Не, не снежинка. Так, а дальше Немезис и... Капитан и... А, командир? Что? Вы только что попытались заглянуть, какая у меня карта, не так ли? Так нельзя. Хорошо, я понял. Соми так няшно дуется. Так, Немезис. То только что вытянула карту. Посмотрела на рисунок. И молча скрыла его от всех. Соми оглядывается по сторонам. И поняв, что никто не назвал себя королем. С неуверенностью берет и смотрит на последнюю карту в своей руке. Да ну, не может быть. Я действительно, я действительно король. Я не думаю, что такая возможность появится так быстро. Приказ короля абсолютен, верно? Ну, отдайте приказ. Так, атмосфера сейчас не слишком веселая для того, чтобы расслабиться. Но если я упущу эту возможность... Так, ладно. Я, короче, все обдумала. И мое решение такое. В этом раунде я отказываюсь от того, чтобы быть королем. Что? Так быстро сдаешься? Так, а что там происходит, когда король отказывается быть королем? Ну, в этом случае вы можете задать вопрос. Так что... А, в этом случае вы можете задать вопрос королю. А-а-а. Так что давайте, спросите меня о чем-нибудь. Спросить? Окей. Я неправильно понял ранее. Если кто-то не хочет, то есть, что нужно выбрать людей, чтобы быть королем. Если я не сказал, то не было бы королем. Так, если я правильно поняла, то по правилам. Цель, которая выбрана королем, должна либо отвечать на вопрос, либо выполнить приказ. Если король не хочет отдавать приказ или задавать вопрос, он должен назначить кого-то для того, чтобы тот задал вопрос. Отказ короля быть королем в правилах не упоминается. А, значит, я все-таки правильно все понял. Это она специально выкручивает яйца тут всем. Привет, Нибель. Да, я что-то тоже не помню такого правила. Что-то озвучила ранее. А, что, правда? Что она должна быть вроде? Я забыл, наверное. Неужели нужно дополнить правила? Да, да, кое-чем одним. Так, подождите минутку. Душная гроза. Так, если мы будем вот так внезапно добавлять новые правила, это испортить всю атмосферу. Ну, мне трудно... С вами? Разрушение. Дезинтеграция. Крушение. Ломание. Небытие. Чего? Так. Вот как. Хух. Эээ, все в порядке? Немезис-сан, вы предлагаете вообще не вносить какие-то дополнительные правила, да? Так будет лучше? Да, я думаю, так действительно будет лучше. Тогда, ладно. Не буду добавлять никакого правила и отдам приказ. А, я дам сейчас приказ не добавлять никакого нового правила. Вот мой приказ. А, ну, ладно. Да? Господи, как же она ходит вокруг да около. Немезис, который опять неправильно поняли, слегка нахмурилась. Но не пыталась опровергнуть слова Соми. И молча просто ответила взглядом. Вот, ребят, что значит нет кролика-переводчика. Соми опускает голову и выдыхает, сжимая руку в кулак, дабы придать себе немного бодрости. Так, сначала нужно создать расслабленную атмосферу для всех. А потом, когда будут правильные моменты, должно это сделать Соми. Ну, да. Соми опускает, чтобы выиграть с Соми. Соми опускает, чтобы выиграть с Соми. Который вытянул карту с Призмой, соревнуется или сравняться. О, гаечный ключ, это я. Вы, командир, а у меня Призма. Хорошо, тогда командир и Мейлинг. Ну что ж, давайте тогда вас сравним или устроим состязание. Как бы и так, и так можно перевести, зависит от того, что именно будут делать. Ой, я нервничаю. Ну что ж, устроим соревнования в том, кто лучше сможет поднять настроение. А, как именно мы должны тут соревноваться? Ну, господи, что происходит? Соми, если у тебя нет никаких идей, то как насчет того, чтобы Мейлинг и командир сами решили? Мейлинг как раз только что упомянула, что хочет, чтобы командир что-то сделал. Так, глаза Мейлинг внезапно загорелись. Она высоко подняла руку и посмотрела на меня с широкой улыбкой. А по моему сердцу сейчас поднялось неприятное чувство. Чего? Ладно. Да-да-да, на самом деле в последнее время... Точнее, даже я всегда хотела сравниться с командиром и посмотреть, кто из нас быстрее реагирует на команду во время боя. Нет,nim, ну хорошо, что ты так уверена в себе, но все-таки руководить операциями и отдавать приказы, Это то, чем я занимаюсь уже более 10 лет Так что неужели ты хочешь устроить соревнования со мной в этой области? Совершенно верно Просто каждый раз, когда вы руководите операцией Я всегда нахожусь рядом с вами И тайно тренируюсь Как это называется? Второй Второй, короче Тренируюсь на втором уровне Так что думаю, на этот раз я смогу победить И на втором этаже, типа, она находится и все это Слышит? Ну, в таком случае Я бы лучше ответил на какой-то вопрос Чем устроить такое соревнование Которым, ну, кое-кто будет выглядеть, ну, слишком печально Нет, командир, почему? Господи, она опять рвет Ладно, я поняла Ну, если вы выиграете, то я подарю вам две мои самые дорогие бутылки с рисовым вином Как вам такое? Чего? Она политконтору Так, подождите, Мэлин-сан. Это те самые две бутылки рисового вина, с которыми, когда вы были пены на днях, вы спали всю ночь, обнимая их и лаская постоянно. Учитывая, что я тогда наблюдала, наверное, эти бутылки вам очень сильно нравятся. Я не думаю, что они подходят в качестве ставки в игре, особенно в игре, где шанс на победу у вас меньше пяти процентов. Я напомню, ребят, Е17, а тот еще алкаш. Вот это, ребят, правильный постапокалипсис, где не как большинство тех же японских произведений, где. У нас постапокалипсис, но нет. Если тебе нет 21, нельзя пить спиртное. Как будто кто-то следит постапокалипсисе за этим. Так, я обнимала их, когда спала. Да, это действительно мой любимый алкоголь, но возможность устроить соревнования с командиром тоже нельзя упускать. Ничего страшного, я уверен, что смогу сохранить эти бутылки у себя. У меня такое предчувствие. Так, ну ладно, пусть король решает. Может ли Мейлинг и командир соревноваться в командовании операции в этом раунде, или нет? Понятно. Так, давайте сделаем. Наверное, все будет хорошо. Все будет хорошо. Можно, пусть будет так. Это соревнование обязательно поднимет всем настроение. Ура! Ну, Мейлинг, твое счастье и радость может длиться недолго. И несмотря на то, что призывы действительно звучат очень привлекательно, поблизости нет противников для того, чтобы устроить битву. Действительно, утром были вроде уничтожены все элиты по соседству. И если снаряжение снаряжения будет повреждено, Мейлинг станет более тяжелым. И если экипировка и снаряжение будет повреждено во время операции, то Мейлинг тебе будет очень больно. Тебе придется много работать. Нет, я не хочу еще больше работы сверхурочной. Вспомнив о многодневной сверхурочной работе, Мейлинг начала реветь. Соми замечает, что это не совсем та атмосфера, которую она хотела создать. Создать их мурицы. Командир, нельзя отказываться из-за каких-то малейших трудностей. Даже если поблизости нету каких-то врагов, чтобы устроить битву, мы всегда можем использовать функции симулятора боя, боев на втором уровне. Соми-сан, ты такая умница. Что на тебя нашло? Соми, почему ты вдруг стала такой напористой, инициативной? Ну, потому что я подумал, что ну, такое соревнование между вами действительно может поднять настроение всем. Ну, я думаю, что наоборот. После этого атмосфера станет еще хуже. Терминал в комнате позволяет получить доступ ко второму уровню. А использование симулятора несет какого-то реального ущерба. Так что беспокоиться не о чем. Мейлинг. Ты не будешь загружена опять работой дополнительной. Что скажет, командир? Ладно, я понял, сделаем это. Все-таки обещание есть обещание. Как и сказал Соми, я не могу отказаться. Ну, и я не хочу, чтобы нас тут затопило через какое-то время, если так все продолжится. Не беспокойтесь, командир. Я не буду отказываться от своих слов. Я сейчас же приступлю к настройке симуляции второго уровня. И так. Симуляция загружена. Так. Симуляция. Тогда сначала я буду командовать операцией. Хорошо, командир? Я протянул руку, чтобы показать Мейлинг, что она может начать. Она поджала губы и с опаской посмотрела на меня. После чего с жестким видом повернула голову и уставилась на экран. Очень серьезно. Может, надо сказать, у нее был злобный вид. Успокойся, Мейлинг. Да я не то, что нервничаю. Сколько? 50 минут это длилось? Жесть. Да, ребят, после сюжетного ивента это действительно прямо расслабляет. Прикольно все-таки. Вторая глава тоже. Так. Итак. Тут все обставлено примерно так же, как я тренировалась. А, блин, я пропустил. Ладно. Ну что ж. Наконец-то пришло время использовать на практике все, чему я училась. Погнали. Так. Ну что ж. Вперед! Ну, ребят, как вам Суоми? Няшка, верно? И готово. Няш, наверное, я бы держался подальше. Да ладно! Оно ж никого не укусят. Наверное. Няшка, верно. Сейчас секунду. Так. Эээ, смотри с ней. Эээ, смотри с ней. Эээ. Эээ. Игра тоа. Игра тоа. Эээ. Эээ. Все закончилось. Нормально уже получилось зерны, но так же и плохо. О, оценка системы действительно превосходная. Молодец, Мейлин. Хе-хе-хе. Так, принятие решений. Вы действительно очень быстро действовали и реагировали на ситуацию. Время на принятие решения ниже среднего. Эээ. Да, это произошло все мои ожидания Значит, командир, теперь вы сможете взять длительный отпуск Когда захотите, верно? Потому что я без проблем смогу заменить вас, пока вы будете отдыхать Чего? Так Соми-сан, в чем дело? У меня что-то на лице? Нет Но я не могу стать Мейлин-сан Да нет Я просто подумала Что мне стоит тоже быть такой же, как вы, Мейлин-сан 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 Вы действительно всегда стараетесь достичь цели своими собственными усилиями И мне нужно делать точно так же Поэтому я считаю, что вы действительно замечательные, Мейлин-сан Ой, да не-не, что ты говоришь Это не заслуживает похвалы Это меня немного стесняет Мейлин-сан Мейлин-сан Схожее восприятие Неспособность достичь пределов неизвестного Немезис-сан Аната-мо Мо-то Ю-кан Нарубе Немезис-сан Вы тоже считаете, что я должна быть более смелой? Опять, наверное, неправильно Немезис Слегка вздохнула А потом кивнула Вы поняли, да Ладно, что ж Атмосфера уже довольно приятной стала Итак, переходим к следующему раунду Нам придется потрудиться еще больше И внимательно следить за ситуацией И не пускать Мне нужно быть более внимательной И хорошо постараться Чтобы не упустить нужный момент Так, командир, пожалуйста Начинайте Как можно скорее Верно, командир Я уже подготовила боевую среду для вас Я понял Думаю, я не могу быть слишком неосторожным Это был 1-4 Дальше 1-5 Привет, Виктория Добро пожаловать Командир, поскольку вы более опытный Я немного изменил сценарий сражения Чтобы сделать его более сложным для вас Какой уровень задания Такой себе сложность Это также усложнит вам и Ведение битвы Что ж, похоже, мне придется Показать Своё настоящее мастерство Ну погнали Так, ну ждем, когда респаунится Вот этот большой чувак И взрываем О, Виктория Раш хоть нравится? Заходи почаще Так Так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну чтож готова кстати мало того что за каждое задание дают вот кристальчики по 50-30 где как еще за общее прохождение неплохо отваливает кстати вспомнил а 4k еще не хватает надо пособирать еще так ну что ж погнали мы линг по моему проиграла д мы сейчас получим две бутылки так битва окончена я покидаю второй уровень и возвращаю режим тревоги на эльму на максимальном уровне вокруг было как-то непривычно тихо я повернул голову что посмотреть на мы линг который рядом со мной и понял что ее рот сейчас полуоткрыт она не издает ни звука на своими стоящая рядом с ней а беспокойно смотрит на нее опять сейчас затопят о ребят зацените на заднем плане слева там нес причем даже раскраска то же самое забавно это наверное китайская версия какой-нибудь какие там были название я уже не помню я отвожу взгляд и пожимаю плечи в ответ на слегка дроничь дразняющий взгляд крозы хотя стоп ребят учитывая что мы на территории него ссср то это скорее все деньги местные это именно деньги возможно именно аналог пиратский клон ну я же говорил что атмосфера станет еще хуже я не думала что командир будет таким грозным такая скорость реакции неужели человеку действительно подобная реакция под силу или он может обладать такой реакцией командир вы же не человек на самом деле верно и вы же специализированный android для командования операциями верно андроиды или куклы не могут выполнять вычисления и анализ за такой короткий за такое короткое время и делать идеальные тактические выборы как командир госпожа мэйлингсон так что мастерство командира действительно находится на другом уровне а дэнди все таки не было с такой раскраски ладно тогда я значит это все-таки оригинальный фомикон а мне почему-то казалось что я такой увидел если ну ладно я думала что в этот раз могу одержать победу в области в которой командир силен и удивить всех но результат оказался совершенно другим я все еще слишком слабо химина ханран то я марки а на катаката к к к к к на к к к у сай юокер его он у джитсен шики у трутара и до санта на на самом деле твое осознание и мышление очень хороши но тебе просто не хватает опыка опыта и навыков Но если ты хочешь в будущем, можешь попробовать участвовать в реальных боях, командовать и поддерживать команду Грозы в бою. Нибблер, возможно, какой-то другой клон. Скорее всего. Участие в реальных сражениях? А правда, можно? Капитан, а ты что думаешь? Не вижу проблем. Полагаюсь на вас, Мейлин. Капитан! Да! Я буду прилежно учиться, чтобы... Никому не мешать и ставить палки в колеса. Ну, хорошо, что ты взбодрилась. Спасибо, Шики-кан. Спасибо, командир. А насчет бухла, который ваш приз, я сейчас вам это принесу. Командир. Ну, так, ты не можешь просто отказаться от соглашения или данного обещания в рамках этой игры. Верно? Верно. Приз тоже является частью этого игрового процесса. Ну да, совершенно верно. Все в порядке, я просто отдам это командиру. Обещание, если обещание. Я накоплю еще денег и куплю еще. Мейлин, да не плачь и так. Пить в одиночку не так весело. Как насчет того, чтобы открыть бутылки прямо сейчас и выпить все вместе? Моя прелесть. Моя прелесть. Стоп, что? В смысле, командир, выпить все вместе прямо сейчас? Конечно. Командир, вы такой хороший человек. Я принесу стакан. Мейлин, я пойду за стаканами. Должно хватить двух Мейлин. Где находится вино, я принесу вместе с стаканами. Так, это нижний угол вроде, да. На нижней полке, на нижней нижней полке кухонного шкафа, на самом левом углу за ящиками с картошкой, есть щель. Засунь туда руку, и ты найдешь их. Хм. Ты спрятала их так глубоко? Я поняла. Я поняла. Эм, ладно. Так, гроза кивнула и покинула комнату. Игра на этом временно прерывается. Я встаю, двигаю шею туда-сюда. И смотрю за всеми, кто тут только что играл. После чего я снова присел на подушку и заметил, что Суми рядом со мной Купать себя по щекам. Так. Ага, Нибблер-то, понятно. Но очень похоже на оригинал, конечно. Просто, насколько я помню, Денги, которые было у меня, геймпады тоже, собственно, были уже заранее приклеены к консоли и не было портов спереди, как, собственно, у этой версии. Так, что-то... Так. Так, сейчас атмосфера довольно приятная и все расслаблялись. Ну что ж. Подождем еще немного и потом я скажу, как только будет возможность. Будь смелой, Суми. Ты должна это сделать. Ты должна рискнуть. Ребята, опять забыли озвучку. Чанс? А какой шанс? Да, о чем? Опять нет озвучка. Ну, я должна сказать всем, что мне нужно уйти. Уйти? Так, что на этот раз? А, во, озвучка вернулась. Ну, я имею в виду, что должна уйти подальше. Я хочу быть подальше от лестницы в гостиной. А, может быть, я не могу от лестницы в гостиной. Хм. Держаться подальше от лестницы? А, ты имеешь в виду, что когда я задерживаюсь допоздна и работаю? Шум от моего постоянного входа и выхода из склада и комната обслуживания беспокоит тебя? Нет. Это не так шумно, так что это не мешает. Ну, а почему это? Хм. Тогда о чем это-то? Ну, просто слишком влажно тут. Блин, она опять пытается что-то придумать. Ну, ну, Соми-сан, если у вас есть еще не нужны, то расскажите мне. Да, я думаю, что они могут дать вам удобную комнату, поэтому... Рядом с льясницей слишком влажно Ладно, я запомню это Соми, расскажи мне все, что тебя беспокоит или тебе не нравится Так я смогу более рационально перераспределить потом комнаты, если потребуется Что-то, что мне не нравится, да вроде ничего особого нету, если подумать Ну, например, направление окон Растворяйся, сверкай золото Свет, что отражается Немезис, ты тоже хочешь сменить комнату? Немезис, ты тоже хочешь сменить комнату Что? Узел? Какой узел? Стоп, ты хочешь сказать, что хочешь комнату, в которой ты будешь входить, а скорее взбираться на веревочной лестницей туда-сюда, да? Где кролик? Нужен переводчик Глаза Немезис заметно потемнели на секунду Она начала качать головой Как будто устала уже Ну, веревочная лестница, в любом случае, не очень надежная Немезис, наверное, хочет комнату с хорошим освещением Но поскольку наша мобильная база постоянно передвигается Нет возможности гарантировать, что в комнате всегда будет хорошее освещение Тут, наверное, стоит добавить внешнее освещение, в смысле С улицы В тот момент, когда атмосфера стала немного напряженной И сдается, слышится звук открывающихся дверей И в дверь Проходит к Дозен С двумя полупрозрачными Бокалами И двумя большими бутылками Рисового вина О, с возвращением, капитан Это те две бутылки вина, Мелин Да, спасибо, капитан Ну что ж, можно бухать А, стоп, кстати Это бухло уже не мое Командир, вот ваш приз С удовольствием их приму Да А, стоп Мне их открыть? Они с удовольствием примут Ну да А если еще точнее Может ты их откроешь? А не вон Мелинг ловко Снимает печать И открывает бутылки И торжественно Подставляет два бокала для вина Чисто прозрачная жидкость Наливается в полупрозрачные бокалы И из них Идет очень приятный аромат Ммм, как же приятно пахнет Да Это действительно достойное рисовое вино Сделанное из самых Высококачественных ингредиентов Чувствуя этот аромат Кажется, что по лицу текут слезы Командир, вот, держите Почему с таким выражением? Мне кажется, или как-то маловато Ты налила мне в стакан В бокал А ну, это, как бы, хорошее вино Нужно пить медленно И не слишком много сразу В следующий раз я налью вам чуть больше Хорошо? Так, кто-то бухает Еще стакан Мейлинг Мейлинг Не напилась дрова Следующий раунд А, да, точно, игра Точно Подождите Так Суоми приходит В себя Паники подбирает Карты с пола Но Тут же они падают На пол И Как сказать Падают Кто куда Гроза помогает Собирать их И сортирует их перед Суоми Вот Большое спасибо Капитан Успокойся, Суоми Чансы Чикарты Успокойся, Суоми Просто будь начеку И ищи возможность Да, я хочу Первое вытащить Карта Так И возьму это Так, мне кажется Или Мейлинг Уже поплыла А, да А, да Опять не снежинка В этот раз Это я И какой же Что будете делать Задавать Вопрос Или отдавать Приказ Так Какой же Ну, подумаем. Редко выпадает возможность выпить такое хорошее вино. Немного даже жаль, что нет хороших закусок. Я хотела приготовить мальчишку с мальчишкой. Но если я приготовить мальчишку, то это очень тяжело. Маринованные солёные бобы, которые готовит капитан. Но если попросить капитана прямо сейчас это приготовить, это будет слишком обременительно. Саранку тащи! А, хотя нет, стоп, это же не пиво. Теперь, если бы кто-то попросил, что-то попросил, что-то обременительно. Ну, сейчас как бы на складе, нету ничего подобного для нужных ингредиентов. Ну, в таком случае давайте выберем человека, который, ну, расскажет какой-нибудь анекдот в качестве закуски. Как вам такое? Итак, я выберу... Рассказать анекдот? О, это хорошая возможность. В этот момент... Нет. Если я всё правильно сделаю, то смогу подать это как шутку. Так что, командир, призму, выбирайте призму! Так, выбираю чайные чашки. Ребята, посмотрите на эти глаза своими. Так, чайная чашка. Ну, это не я, у меня пуля. И я тоже. Нет. Неужели? Ой, нет. Остаётся только Немезис-сан. Остражение. Шоу-шоу-шоу. Синк-кно-чутай. Кубокара тадоял. Моксис-синк-моно-мильчак. Вайс-шоу-на-рюси. Отражение. Багровая связь. Ээээ... Плывущие облака. Цепляясь за тишину. Крошечные частицы. Хотя это, можно ещё, маленькие частицы прилипают в тишине. А, ты уже начала? Да. Я думаю, что ты говоришь о тишине о тишине. Да, похоже, это какой-то анекдот, связанный с облаками. Лёгкий воздух. Скованность. Тишина. Острые камни. Сверкающие без звука. Беззвучно. Тянущиеся. Влажные водные водоросли. Что остаются безмолвными тенями. На дно Белой Реки. Мо? Почему Мо? Почему Мо? Водоросли. Почему водоросли? А свет, что распространяется по дно Реки. Отражающие самого себя. Что сдерживают друг друга. О, Боже. Прикрыто. Или прикрыт. Острый камень. Прививается сквозь тайну. И вспыхивает дуговый свет. Смешно. Немези заканчивает последнее предложение с нежной улыбкой. Ее глаза сверкают, когда она оглядывает комнату. А, все? Ты закончила? Так, острый камень, что пронизывает тайну. Что это значит? Э, ну... Вероятно, это означает, что истина очень суровая. Лицо Мэйлинг осморщилось. Так... Лицо Мэйлинг осморщилось. Она хаотично жестикулировала руками. Но не смогла придумать никакого разумного объяснения того, что рассказала Немезис. Аплодисменты. А мы с грозой посмотрели друг на друга и одновременно начали хлопать. Ну, надо поддержать свою напарницу. Увидев наш жест, Мэйлинг тут же начала тоже хлопать вместе с нами. А Суэми, сидящая между нами, смотрела туда-сюда с озадаченным взглядом. И в конце концов, хоть и нерешительно, тоже начала хлопать. Это было превосходно. Да, особенно вот последняя часть. В смысле, концовка. Это было прямо так неожиданно. Такой неожиданный поворот и такой смешной. Но я вот не смогла все-таки понять смысл, Мэйлинг-сан. Вы не могли бы мне объяснить, что именно имелось в виду? Суоми! Что? В чем смысл? А это не имеет значения, Суоми-сан. Просто, ну, поймя ты, атмосферу. Атмосферу. О боже. Да никак я так не смеялся. В то время как Суоми все еще выглядела озадаченной, Мэйлинг сжимает свой стакан и делает большой глоток, чтобы скрыть свое смущение. И щеки надуваются. Да. Я сдержал смех и тоже поднял стакан. Но понял, что в нем не осталось ни капли. И просто начал пить воздух. Да, с этой шуткой вино стало еще вкуснее. Ладно, давайте воспользуемся этим прекрасным моментом и перейдем к следующему раунду. Так, я поняла. Тогда следующий раунд игры. Сейчас, конечно, атмосфера стала немного сложной. Но сдаваться пока нельзя. Если что, в следующем раунде тоже нужно будет отказаться. А потом найти возможность сказать об этом, когда буду отвечать на вопрос. Суоми, что ты там бормочешь под носом? Я просто ищу возможность сказать... А, не-не-не, ничего. В этот раз мы изменим... Порядок раздачи карт. Вот, пожалуйста, возьмите свою карту. Ну, ладно, я понял. Внезапно, Артик. А может, и катсцену покажу. Ура! Я выиграла. Король. Да, она уже бухая. Да, я наконец-то вытащила снежинку. Так, и так. Король сейчас будет отдавать приказ. Того, кого я выберу, сыграет со мною в... пазл-игру. Я так и думал. А что касается кандидата, это будет... Гаечный ключ. Выбирай гаечный ключ. Я выбираю гаечный ключ. Да. Я отказываюсь от приказа. Ура! Эм. Они обе одновременно закричали от радости. И Мейлин обняла Соми. Соми поднимает руку. В неловкий жест на ее лице было выражение смущения. Зир, ну на приказа. Грозе пришлось рассказать анекдот. Только что это было замечательно. Отмотай, посмотри. Это стоит того. Так. Подожди, Мейлин-сан. Отпусти меня. Отпусти. Почему ты так рада, что именно я была выбрана? Ой, а я что сказал? Гроза? Тьфу ты. Намазис. Говорил. Потому что, Соми, у тебя очень много личных денег. Нет, ничего подобного. Нет, ничего подобного. Соми-сан. Да, ребята, она в говно. Да, ребята, она в говно. Деньги? 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 У тебя что, проблемы с деньгами? Да. У меня. У меня, я много денег выдаст. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, это сложно разобрать Очень сложно Она бухая в говно Вы еще спрашиваете Деньги, все мои деньги потрачены Каждый день столько работы Каждый день столько переработок, переработок и снова переработок А я хочу, конечно, больше, больше бухать Все из-за вас, командир Вы, гад Жестокий человек Из-за тебя Из-за тебя Из-за вас Все мои запасы Только что кончились Мы их выпили Даже если ты будешь на меня так смотреть сейчас Озвучка Опять Ладно, я понял Мэйлин Тогда как насчет того, чтобы ты пошла отдыхать немного Короче, занимайся всем, чем хочешь Я сам займусь Эльмой и присмотрю за ним Мэйлинг Мэйлинг Из-за алкоголя Из-за моих слов Про отпуск Мэйлинг так расслабилась Что просто спокойно уснула Гроза осторожно вынимает бутылку из ее рук И встряхивает ее А оказывается, внутри этой бутылки уже ни капли не осталось Она выпила ее всю А то есть она тут нычку пила Да Кажется, она выпила все очень быстро Ей действительно нужен хороший отдых, походу Сики-кан 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 Командир Я запишу это обещание в пометку Чтобы вы не забыли И когда финансовая ситуация у нас улучшится Не забудьте выполнить То, что вы только что сказали Мэйлинг Сики-кан А? Да Чтобы Мэйлинг отправилась в долгий отпуск, да? Да, я не забуду Намезис, пожалуйста, проведи Мэйлинг в ее комнату Туман Туманный свет Немезис Ты можешь взять ее в какой-то более удобной позе для нее? Немезис слегка наклонила голову Так, и сменила позу В которой несла Мэйлинг Вместо того, чтобы нести ее на руках Она Перекинула ее через плечо Ну, ладно И так сойдет Если я сейчас блевану Смогу еще выпить О, господи Ладно, я такое впервые слышу О, боже Да Похоже, дальше играть так не получится Логично, ну Да уж Теперь я понял, как алкаши так много пьют Вот в чем секрет Ладно, давайте сделаем паузу Гроза Каковы наши текущие координаты? Координаты GPZZ23Q B9A C7F Что примерно в 2 часа Езды от пункта назначения Осталось еще немного времени Но учитывая, что у нас уже не хватает участников Может на этом закончим, Зоми? Закончить? Нет, нельзя Нельзя Давайте проведем еще один последний раунд Потому что Потому что Все недостаточно расслабились О, да Мы, Линг, не расслабилась Да, ну ты сама сказала ранее, что Если у нас не будет достаточно участников То игра не имеет смысл Неужели ты хочешь продолжать? Несмотря на отсутствие Людей Да, еще один раунд Еще один В этот момент открываются Двери И Немезис, которая Отнесла Мэйлин к свою комнату Вернулась И Села обратно На свое место Так, а вот это немного сложно Не дойдя до конца Сейчас, еще раз Не достигнув конечной точки Семя плывет по бурному течению О Опа, Немезис Почему у меня такое чувство, что ты Сегодня особенно активна В этой игре Да, точно Ну Наверное Немезис сам тоже хочет Побыть королем Хотя бы один раз Не так ли? О Нет Оказалось, я пропустил одну фразу Немезис попытался отрицать И это Но в итоге И внуло Согласен Ладно Тогда последний раунд Я вытягиваю карту Да Я уберу карту гаечного ключа Так что, пожалуйста Вытягивайте карты Из оставшихся четыре Так, ладно Теперь я А, в этот раз это я Король Хорошо, капитан Тогда давайте приказ Глядя на карту Да Приятно будет увидеть Как гроза Отдает приказы В чем-то Что не связано С сражением Я думаю, что я не могу Я думаю, что я не могу Но сейчас Я не могу Я не могу Сложно выбрать Что-то Однако Только что Мне в голову Пришла отличная идея Я хочу, чтобы Вы помогли мне Выбрать Чайный сервиз И это все? И это все? Командир Чайный сервиз Очень важный предмет И выбирать его нужно Очень тщательно Ну, просто возьми то, что тебе нравится Нравится это лишь одно из условий При выборе чайного сервиза Важно учитывать Что за материалы Использовались При их создании Должны хорошо Подходить Для Напитка И Убедиться в том Что температура Будет хорошо сохраняться И аромат Не будет потерян Ну, ребят У нее свои языки Дона Рисунки Узоры И цвет Чайного сервиза Тоже должен соответствовать Цвету напитка А также сезону В который Он используется Чтобы максимально Раскрыть его вкус Ребят А вы Тоже так тщательно Подходите К чаю И просто берете То, что попадется Под руку Необходимо Также учитывать Форму и вместимость Чайного сервиза Чтобы влиять Само собой На конечные впечатления Человека Что будет пить Командир Есть вопросы? Нет Нет Я уже Понимаю Нет 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 Все Я все Идеально Понял Так Выбор Чайного сервиза Это очень Важное И серьезное Дело Поэтому Пожалуйста Выбери Выбери Этого Счастливчика Который Поможет Тебе Решить Какой сервиз Ты Какой сервиз Нужно выбрать Чтобы мы Из него Смейлин Пили Тогда Я выбираю Пулю А Это Я Я Но Соми Выбирай Очень тщательно Сервиз Полагаюсь на тебя Я Неужели ты хочешь отказаться? Соми На мгновение Замирает Глядя на карту Своей руки Делает глубокий вдох И решительно Смотрит На грозу Да Простите Капитан Я Вынужден Отказаться Слова С вами Были Прерваны Громким Сигналом Тревоги Я Сдел Я Поспешил К терминалу В зале В зале В гостиной Я Открыл Интерфейс Детектора Элиды Вероятно Их Привлек Нет Вероятно Их Привлекло Наша Мобильная База Привлекла Ну Слишком Поздно Уже Попытаться Как-то Уклониться От них Гроза Готовься К бою Поняла С вами Немезис Готовимся Немедленно Отправляться Барьер Разогнать Грозовые Тучи С вами Нет Нет Я поняла Да Так Все Перерыв Продолжение следует Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров